Пожалуйста, присаживайтесь, слава нашему Господу! Спасибо. Я думаю, что нету вот дна, нет глубины, потому что именно с этими текстами связаны и основные проблемы человеческого рода, и решение этих проблем также. Вопрос, а для чего Бог это дерево посадил, как бы, в чем смысл этого всего? Ну, вот с сегодняшней проповедью я хочу постараться ответить на этот вопрос, зачем Бог посадил это дерево. Конечно, для тех, кто знаком с материалом, это будет повтор, но вчера очень долго я искал, я так и не нашел, когда последний раз я касался этой темы. Хотя у меня, как будто вчера, вот я говорил, а как бы жизнь показывает, что все-таки нужно обновлять вот такой материал. И начнем мы с книги «Бытие». Вообще мы сегодня будем подробно говорить об этой книге, но вначале я зачитаю из 2 главы 9 стих. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево посреди рая, и дерево познания добра и зла». Вот так начинается повествование об этом дереве. Иудаизм считает, что само по себе слово «дерево» — «этс», да, «товера», так написано в иврите, это абстракция, то есть это может быть все, что угодно. Сам по себе вот технический термин «дерево», да, и понятно, что у дерева есть какой-то плод, то есть вот от этого можно уже что-то построить. То есть это мог бы быть камень, который нельзя двигать, понимаете? Это мог быть ручей, через который нельзя перейти, но Создатель решил, что это будет дерево. И Писание ясно говорит, что оно было посажено посреди сада, поэтому нас обязывает просто метод Пардеса подойти к этому тексту, начиная с Псшата. То есть раз так написано, значит было дерево. И нужно придумывать и изобретать велосипед. Следующий текст, в котором говорится об этом дереве, это 2 глава 16 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Мы уже говорили неоднократно, что в иврите написано «мод-тамуд», да? В тот день, когда ты покушаешь с него, ты смертью умрешь. Мод-тамуд, я просто коротко напоминаю, что в слове «тамуд» есть два значения. Это «умрешь в будущее время» и говорится об утрате чистоты, тмимуд. То есть человек потеряет первозданное свое состояние в тот день, когда он вкусит. Поэтому на самом деле смертью умрешь. Два раза написано «смерть», и неверующий человек умирает два раза. Первый раз, когда душа выходит из тела, второй раз в озере огненном. Когда он не имеет участия в книге жизни. В противоположность этому праведник, человек, который покаялся, он два раза рождается и умирает только один раз. Вот такая связь с этим деревом. Почему Бог запрещает кушать от этого дерева? По той причине, что Бог отдал человеку всю власть на земле. Тогда, в тот период, Адаму. Он сказал, владычествуйте, буквально, вот в Ивриде написано «рду». «Ла редет» — это командовать, это повелевать, это просто управлять. Не спрашивая, хочет, не хочет. Он говорит, и мир, природа, она полностью повинуется Адаму. То есть сила слова в первом Адаме была настолько мощной, что он ничем не отличался от Создателя. И Медраж говорит, что Адам мог передвигать горы, он мог менять ландшафт. То есть фактически Бог, создавая планету Земля, дал полную власть человеку буквально переделать ее так, как ему нравится, так, как он это видит. Подтверждение тому, что говорит Медраж, мы видим в каноне, то есть в микро-йод. Это тексты, которые у нас считаются каноническими. Так, как Адам назвал животных, так и Бог их называет. То есть полное доверие, полное сотрудничество и констатация власти, то есть подтверждение власти. То есть человек имеет такую власть. И Бог мне говорит, слушай, вот здесь ты неправильно сказал, ты ошибся. Адам ни разу, нигде не ошибается до того момента, как нарушает первую заповедь. Теперь еще один аспект. Иногда можно услышать, что на самом деле первая заповедь про урву. Плодитесь и размножайтесь. Но если вы внимательно почитаете, это не заповедь, это браха, это благословение. А именно заповедь первая, это не кушать с дерева познание добра и зла. Мало того, что это заповедь первая, она была единственная. Других заповедей не было. Человеку для того, чтобы оставаться в том состоянии, в котором он был сотворен, достаточно было исполнить только одну заповедь. Посмотрите, как все усложнилось, когда человек нарушает одну заповедь. Теперь ему предписано 613 заповедей, которые, ну в принципе, не в состоянии сделать, исполнить. Но были такие праведники, которые все исполняли. Об этом тоже говорит Писание. Общая масса нет. То есть люди погружаются в проблему, не выполняя только одно правило, один запрет, одну заповедь. Потом запретов стало больше, правда? Если кто-то помнит, Тарьяга, это 613 на иврите, буквенное обозначение, это аббревиатура. Да? 613 так пишется. Тав, Рейш, Ют, Гимель. Вот это 613. 248 заповеди запрещающих по количеству частей тела человека и 365 предписывающих, рекомендующих, то есть направляющих человека в правильное русло. И именно по той причине, что Бог дал полную власть человеку над миром, он провел границу между хозяином, между собой и между вторым лицом в этой всей системе. Второе лицо был Адам. Что отличало Адама от Творца? Ничего практически в отношении к сотворенному миру, к материальному миру, к физическому миру, ничего не отличало его от Творца, кроме одного ограничения. Он не мог прикасаться, не мог кушать от дерева познания добра и зла. Здесь целый есть тоже такой вот кусок размышления, а мог бы теоретически, то есть а зачем это дерево, я скажу чуть позже. Интересно, что мудрецы считают, в частности это Рамбам, что протянуть руку и взять с этого дерева, он видит это кемусак хьюви, то есть как положительное что-то. Я позже объясню, о чем идет речь. Если бы было разрешение, наверное мог бы кушать, но пока его не было. И вот эта граница между хозяином всего, а в Писании масса стихов говорит, что все принадлежит Богу, правильно? Его земля, его небеса, он управляет вселенной, он все делает. Человеку была дана только земля, и он не справился с этим управлением. И теперь все подлежит исправлению. Мы знаем, кто все исправит. Начал этот тикун Олям, Иешуа с того, что исправил отклонения Автория, которые были на тот момент, когда он пришел. Дух Святой работает с каждым человеком и меняет нутро человека. Это тоже важный момент, для чего нужен человеку Святой Дух. Не для того, чтобы творить чудеса, знамения, исцеления. Дух Святого нужен только для того, чтобы мы могли исправить свое нутро. Я сейчас не хочу входить в эту тему, но свидетельств об исцелениях полным-полно. В буддизме, в мусульманстве, в сатанизме. И Писание говорит однозначно, что чудеса и знамения не определяют истину. Истину определяет Слово Божие. На самом деле все очень элементарно, очень просто все. Но хочется людям усложнять. Нарушив эту заповедь, люди забыли, что есть Бог. То есть вначале помнили. Посмотрите, сколько людей сегодня. Они даже не думают о том, что есть хозяин этого всего. Они не думают о том, что есть Творец. Обман сатаны, змея, правильнее сказать, да? Сатана, которым руководил сатан. Вот обман змея состоял в том, что он говорит, вы будете как боги. Что он имел в виду? Что имел в виду змей? Вопрос. Что имел в виду Адам? И что имеет в виду Бог или Писание? Быть как бог. Понимаете, да? Насколько сильно влияет на одну и ту же фразу, кто ее говорит? Когда это говорит змея, он имеет в виду, а зачем вам Бог? Вы сами будете решать все. Человек подумал, что он может стать независимым от Бога. Но на самом деле, во всех трех вот этих случаях, есть общая база, как бы общий знаменатель. Быть как бог, это значит определять, что хорошо, а что плохо. Что правильно, а что неправильно. Дерево познания добра и зла. И человек, опираясь на свою греховную сущность, неправильно определяет, что добро, а что зло. Он ошибается. Подтверждением тому является наш мир, в котором мы живем. Грабежи, войны, обман, насилие. Система порабощения людей, как была, так и осталась. Если раньше на веревке водили, да, сегодня из банка приходят платежи. Порабощают людей, делают зависимыми. Их заставляют делать то, что нужно. Тем, кто собирает, как бы, у себя. Вот эти ресурсы все. Почему люди воевать стали? Что земли мало, или земля плохо рожает? Чего не хватает? Власть. Ларедит, вот это слово, хотят управлять. А кто-то не хочет, чтобы им управляли. Отсюда войны. Конечно, есть масса других причин. Все это потом написано в законе, в заповедях. Особенно 10 заповедь. Ле-Тахмад, не возжелай. Хочу вот это, но оно не твое. Кто сказал, что не мое? Пойду возьму. Это один из миллионов примеров, как все работает. Очень сильное проявление непослушания или реакции внутри человека на Божье Слово. Это отношения между родителями и детьми. Человек хотел стать независимым от Бога. Дети все время хотят быть независимыми от родителей. Они хотят делать то, что им хочется. А родитель во благо своему ребенку ограничивает его. Правильно или нет? То есть он проводит границу. И он показывает ребенку, кто главный. Кто управляет этим домом, как маленьким миром. То же самое, более в глобальных таких масштабах, мы видим в отношении человека и Создателя. И всегда для ребенка родители — это проекция на Творца. Поэтому на родителях лежит огромная ответственность. Какими они будут родителями, так ребенок будет воспринимать Бога. Понимаете? Справедливыми, милостивыми. Прощающими, но наказывающими. Не оставляющими без наказания. Либо раздражительные, самодуры, не знаешь, чего ждать. И всегда как бы что-то, негатив какой-то вот есть. Плюс обман. Родитель говорит сам, не делай этого, а сам это делает. Вот так будет ребенок воспринимать Бога. Ему потом тяжело поверить, что это правда. Что Бог не такой. Он подсознательно, внутри, очень глубоко внутри себя, почему-то думает вот так. Потому что сформировали это с самого детства, с молоком матери. Мы, понимаете, мы сегодня даже не думаем, какая высокая ответственность воспитать детей. И насколько это непросто. И в каждом поколении это было. А взрослые хотят заниматься собой. Карьерой, красотой, делами, отдых, веселье. Компания, друзья. Ребенку игрушку дали и все. А что ему эта игрушка? У него уже полная комната этих игрушек. И вот так он воспринимает потом Бога. Как бы, ну даст там что-то, откупится, а ему-то надо внимание. Парадоксальная вещь. Грех генетически передается по наследству. От одного человека к другому. Это факт. Понимаете? А вера не передается по наследству. Парадокс. Я недавно обнаружил этот парадокс. До сих пор я в таком, знаете, вот состоянии поиска размышления. Настолько это меня коснулось. Мысль. Вот грех передается. А вера нет. Веру надо приобрести. Веру надо заложить. Над верой надо трудиться. А грех вместе с семенем. Ну и понятно, говорит, все эти яйцеклетка тоже. Ребенок рождается. Маленький. Его никто не учил обманывать. Он же не знает еще, да? Как врать. Потому что он из дома не выходил. Еле-еле только вот говорит, научился. Кто написал в кроватке? Мишка. Кто научил это сказать так? Никто. Это первородный грех. Это то, что перешло генетически человеку. Сваливать вину на другом. Адам, ты что там это сделать? Это не я, это жена, которую ты мне дал. Понимаете? Кто написал в кроватку? Мишка. Одно и то же влияние, одно и то же действие внутри человека. Это дух. Это удивительно. Но генетически как-то прописано это в хромосомах. Вот это сущность, понимаете, греховная. А вера нет. Как я уже сказал, быть как Бог, это решать самому. Что хорошо и что плохо. И человек очень быстро забывает, что для него сделал Бог. Сегодня люди не привыкли благодарить Творца. Просто за то, что есть крыша над головой. Неважно, это твоя квартира или ты на съеме. У тебя есть крыша над головой, у тебя горячая вода в кране. У тебя еды полный холодильник. И крупы полные тумбочки. Две руки, две ноги. Работа есть. Жена есть, муж есть, дети есть. Радуйся. Помните, как в этом фильме? Савва Игнатьевич говорил, хожу и жмурюсь. Ну вот, от радости. Покрусские ворота. Ходи и жмурься, так от радости. Знаете, что тебе не хватает? Люди все время ищут какой-то негатив. Переносят это потом на отношения. Это же самое брожение среди верующих людей. Это вирус, который надо обязательно типулить, профилактику себе делать самому, чтобы его не было. Воспитывать внутри себя благодарное сердце, благодарное чувство к людям, которые вкладывались в тебя, трудились, молились, кормили, поили, бегали, не спали, беспокоили, что-то делали, уступали, носили на себе, когда надо. Все идет оттуда. Человек неправильно видит. Как я уже сказал, Ецер Тов и Ецера связан с деревом познания добра и зла. Потому что Бог заложил внутрь человека начало. Ну, знаете, вот мы переводим же Ецер. Ецер это, ну да, можно перевести как начало. Но перевод на самом деле как бы теряет. Весовой категории не та. Ецер это от слова ицур, производное, производит то, что. Добро и зло. Человек может производить добро, а может производить зло. И вот эта способность, свойство вот это, оно заложено было в человека, Богом. Для того, чтобы человек был по-настоящему подобен Богу, похож на Бога. Мог сам принимать решение. Ему дана была эта возможность. А для того, чтобы была так же возможность реализовать это все, посажено было дерево. И дан запрет, проведена черта, граница. Не преодолевай ее. Познание добра и зла. Нам кажется, мы хорошо понимаем, что такое добро и что такое зло. Поверьте, мы далеки от этого понимания. Слово «дат» в иврите это называется «эцдат» – «тов вера». Вот интересно, да? «Эцдат» – «тов вера» и внутри человека. «Ецер то» и «ецера». Конечно, это связано с деревом. Сто процентов. Так вот, слово «дат» имеет три значения на иврите. Это зависит от контекста. Первое значение – это знание. «Что ты знаешь?» «МАТАЮДЕА». «Что ты знаешь?» Второе значение – умение. «Что ты умеешь?» «МАТАЮДЕА». «Делать». «Что ты умеешь делать?» Это тоже «дат». И третье значение – это опыт, пережитый опыт. Когда Адам познал Еву, употребляется именно это слово. «ВЕЙАДА». Адам – это что? «И познал». То есть, опыт или соединение. Да? Вот проникновение одного в другое. Вот это слово «дат» на иврите. И дерево имело внутри себя потенциально все три раскрытия или уровня этого дат, этого, нельзя сказать одним словом, этого знания, умения и пережитого опыта или соединения в одно целое. Поэтому познание Господа, оно именно связано с третьим значением, но всегда начинается с первого. «Информация» нам говорят, в мозг попадает. Я взвешиваю все «за» и «против». Потом нам нужно научиться с Ним общаться, молиться, читать Писание. Нам нужно научиться коммуницировать с тем, который не принадлежит материальному миру. Проблема наша в том, людей, что мы думаем, что все именно так, как этот мир выглядит. А Создатель, Он нематериален, Он Дух. И для того, чтобы с Ним общаться, нам необходимо как бы раскрытие внутри себя того потенциала, который вложен был в момент сотворения. Но грех его покрыл, как панцирем. Вот эту составляющую человека. Дерево познания добра и зла проводит границу между Творцом и Творением, между Хозяином и Вторым Лицом, между Господином и Управляющим, Его Домом. Ну, какое же положительное значение может быть в том, что человек может протянуть руку и взять плод с этого дерева? Вы знаете, что мы сегодня... Давайте мы прочтем следующий отрывочек, который я уже комментирую. Это третья глава с 22 по 24 стих. И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь как бы не простер он руки свои и не взял так же от дерева жизни, и не вкусил и не стал жить вечно. И выслал его Господь из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Амин. Итак, Бог поставил херувима, чтобы человек не мог протянуть руку и взять плод с дерева жизни, для того, чтобы не стал жить вечно. На самом деле смерть, которая ограничила срок жизни человека на земле, для человека была решением его проблемы, благословением. Есть к чему стремиться, есть стимул. Нужно только осознать, что тебе нужно спасение. И тогда ты можешь протянуть свою руку и брать с дерева жизни. И уже сегодня мы можем питаться с дерева жизни. Вот это есть то положительное значение, о котором говорит Рамбам. Человек, который должен умереть, мы все это знаем, правда? Вы представьте, если бы мы знали, что мы никогда-никогда не умрем. Зачем тогда каяться? Зачем что-то менять? Вы представьте себе наркомана, который колется. Не тысячу и не две тысячи лет, а больше. Он же не живет, он просто колется и все. Ну представьте себе. Это для этого сотворил Бог людей? А именно так бы и было. Есть очень хорошие фантастические повести, которые говорят вот об этой... Знаете, когда человек просто погружается вот в такое состояние, он же уже не живет. Ему ничего не нужно. Ну и смысл тогда в его жизни, какая польза? Бог не для этого создал людей. Поэтому смерть стала как бы ограничением, которое фактически стало благословением для человека, хотя это трудно нам понять. Как это смерть, благословение. А вот так. Это стимул примириться с Богом. Это стимул покаяться. И когда ты это сделаешь, ты можешь жить вечно потом. Об этом говорит Писание. Главное не упрямиться человеку. Каким образом человек может сегодня протянут руку к дереву жизни? Как вы думаете? Скажите мне одну фразу. Подсказываю. Мы поем ее каждый шаббат. И сегодня пели уже. Когда Ирми держит свиток. Лицом к Кагалю. Что мы поем? Эцха им гейли махазим. Махазик ба. Правильно? Тора. Дерево жизни для тех, кто ее держит. Ну, это русский вариант. Давайте мы откроем книгу притчи. И, понимаете, Бог дал свое слово. Мы даже не до конца понимаем, насколько это большая ценность для человека. Насколько это важно для человека. Книга притчи. Третья глава, восемнадцатый стих. Она дерево жизни для тех, которые приобретают ее. И блаженны, которые сохраняют ее. Это про Тору написано. Она дерево жизни. Может ли человек сегодня протянуть руку и взять плод с дерева жизни? Конечно. Возьми заповедь в свою жизнь. Она станет для тебя деревом жизни. Причем, когда ты поддерживаешь Тору, она поддерживает тебя. Как написано в книге Царств, если вы помните, Господь с вами, когда вы с ним. Вот так это работает. Именно так это работает. Одиннадцатая глава. Тридцатый стих. Лот праведника – дерево жизни. И мудрый привлекает души. Плод праведника – дерево жизни. Что такое плод? Конечный результат. Так или нет? У слова «дат» в третьем значении должен быть плод всегда. Вот такая связь, понимаете, друзья? Когда Адам познал Еву, она родила Каина. А дети – это плоды познания одного другим. Так или нет? Плод праведника – дерево жизни. Если человек познает Тору, если он познает Бога, он получает доступ к дереву жизни. Уже сегодня. Уже сейчас. Удивительная вещь. Посмотрите, как хорошо Бог все придумал. Даже когда человек, ну вот, испортил, стратил, сделал неправильно. Бог так все придумал и устроил. Мы можем радость иметь сейчас. Утешаться этим. Благословлять друг друга этим. И в итоге праведник, который пойдет в век грядущий, будет кушать с дерева жизни. Я сегодня не буду читать из книги Откровения. Еще один стих 13-12. «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как дерево жизни». Аминь. А надежда наша не постыжает. И мы ее ждем долго, мы надеемся. Знаете, с одной стороны, ну вот я так размышляю. Кто хочет жить мало? Поднимите руки. А кто хочет жить долго? Я тоже. Но когда ты долго живешь, ты ожидаешь долгой реализации своей надежды в жизни вечно. Но нам нужно научиться наслаждаться этим процессом. Когда мы живем для Бога, наша жизнь не выглядит как мучение и ожидание, когда все это кончится. Даже если нас стесняют какие-то жизненные обстоятельства, потому что любящим Бога и призванным по его изволению, все содействует ко благу. И человек не будет роптать. Он понимает, что это его путь. Есть еще стихи. Теперь наглядный пример. И я еще раз убеждаюсь, насколько удивительно. Вот Бог, я не знал, о чем будет говорить Слава в Пароше сегодня. А Слава не знал, о чем буду говорить я. Но мы сейчас откроем 39 главу книги «Бытие» и будем читать про Юсефа. И именно про тот случай, который был в Пароше сегодня. 39 глава 6 стиха. Это тот момент, когда жена Патифара уговаривает Юсефа лечь с ней и спать. Но мы начнем с 6 стиха. «И оставил он, то есть Патифар, все, что имел в руках Юсефа и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел». То есть Патифар просто ходил и кушал. Ну, он не настолько был примитивным. У него еще была работа во дворце. Да, мы же это понимаем. Здесь имеется в виду в своем доме. Ему не нужно было думать, как умножить свое богатство. Это Юсеф умножал. Как оборудовать сад, это Юсеф делал. И как сказано было в Пароше, «Вердоннай был Юсеф». Это значит, что Юсеф полностью я ввел образ Бога. В доме Патифара. Вдумайтесь в эту мысль. То есть, глядя на Юсефа, человек мог увидеть Бога. Это полностью связано также с темой, о которой мы говорили когда-то. «Я сказал вы, Боги», и не может нарушиться Писание. А это всегда связано с правильным рассуждением, что хорошо, а что плохо. Это способность определять добро и зло. Юсеф обладал этой способностью в полной мере. И вот этот момент как бы показывает нам его. То есть, Патифар просто пришел, покушал, встал и ушел. И все расцветает, и все умножается, и все работает классно. Но! Жена у него была. Вот если б не она, да? Вот если б не было этого дерева, познания добра и зла, тогда б не вкусил. Так вот Юсеф не протянул руки. И не вкусил. Ну давайте прочтем дальше. «Юсеф же был красив станом и красив лицом, и обратил обзоры на Юсефа, жена господина его, и сказала, «Спи со мной». Но он отказался и сказал жене господина своего, «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сём, и не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же я сделаю себе великое зло и согрешу пред Богом?» Полностью текст отражает отношения Бога и первого Адама. Все отдал в руки. Полностью руководит. Все хозяин управляет. Но только одно Бог запретил. И только одно нельзя было Юсефу. Жена и дерево, я имею в виду жену Патифара, жена Патифара и дерево познания добра и зла, можно поставить знак равенства между этими двумя категориями. Когда Юсеф говорит, как же я сделаю такое великое зло, не в глазах Патифара, а в глазах Бога, откуда он знает, что это нельзя делать? Ведь Торы ещё нет, заповедей нет. Ну а раз нет заповедей, наверное, можно. Но Юсеф говорит, нельзя. Это свидетельство о том, что да, существовала устная Тора, но не в том виде, в котором сегодня она существует. Та устная Тора, которая есть сегодня, это учение раввинов, это Тожба, Торат Бэльпэ, сокращенно Тожба. Конечно же, Писание свидетельствует, что отец передавал сыну в устной форме знание о том, что хорошо и что плохо, что можно и чего нельзя. И Юсеф это очень хорошо усвоил. Будучи далеко от собственного дома, да? И представьте, молодой парень, это колоссальное искушение. Мало того, представьте, почему это сильное искушение. Ладно, она бы его на улице где-то увидела, понравился он ей. У него власть уже есть. Вот где сила у искушения. Он уже обладает всем этим домом. И он, если бы с ней лег, то кто тогда Патифар? Никто. Вообще теперь, даже жена теперь его. Все в этом доме его. Поэтому в том случае Бог выгнал Адама и поставил Херувима с мечом возле дерева жизни, чтобы он это тоже не вскусил, и не стал жить вечно. А это было уже благословение. Хотя многим, наверное, это сложно будет вместить. Йосеф сделал то, что не смог сделать Адам в Эдемском саду. Вообще, Йосеф является полным отражением и прообразом Ешуа Мессии. Его путь на земле. Его продали братья. Для отца он умер. Правда? Его кровь предоставили. А потом, как будто из мертвых вернулся для Иакова. Точно так же Ешуа. Его продали свои же римлянам. Его распяли. Он умер. В третий день воскрес. Йосеф был второй после фараона в итоге. Вы помните, что Йосефа посадили в тюрьму, и он находился на самом дне жизни. Оттуда он начал подъем свой. Так или нет? Ешуа спустился в ад, потому что он умер и понес на себе грехи всего человечества. Полная параллель. И в первый день, когда он воскрес, куда он поднялся? Мы уже говорили. В небесную скинь. Совершил служение первосвященника. И потом спустил-то на землю и так далее. Но он сел одесною отца. Так или нет? То же самое вышло с Йосефом. Из тюрьмы. Он прямо стал вторым после фараона. Вот полная параллель отражения жизни Йосефа и Йошуа Мессии. И вот этот момент, когда Йосеф победил искушение. Йошуа победил это искушение в пустыне после 40-дневного поста. Там оно было на трех уровнях. Физический, душевный и духовный. И поэтому жена Патифара полностью соответствует дереву познания добра и зла. Адаму нельзя было кушать с этого дерева, а Йосефу нельзя было спать с этой женой. Адам все-таки взял плод с этого дерева, а Йосеф отказался. И можно было бы подумать, слушай, ну согласился бы вообще, как сыр в масле был бы. Но он бы не стал вторым после фараона никогда. И прожил бы жизнь во грехах и умер бы во грехах. Полностью согласившись на вот этот обман, на этот образ жизни, этот путь. Как много сегодня верующих людей находятся в состоянии Йосефа перед женой Патифара и не могут устоять, и не могут победить. Хотят и все. Идут и делают, и находят этому объяснение. И поэтому не достигают цели, которая Богом была перед ними поставлена. При этом они могут иметь очень большой успех видимый, потому что быть в доме Патифара и спать с его женой, пользоваться этими деньгами, богатствами, как купец, благо, туда, сюда. Вроде бы, вроде бы, знаете вот. Но внутри-то есть червоточина. И вот Йосеф не допустил. Это я сейчас как бы представляю, как бы могло быть. А что бы было, если бы человек не взял с дерева познания добра и зла? Слышали? Кто слышал такой вопрос? А что было бы? Вот здесь ответ. Второй был бы после фараона, второй был бы после Бога. Вот что было бы. Если бы Адам не взял с дерева познания добра и зла, он бы был вторым после Бога, так как и задуманное это все было. Тора дает ответы на эти вопросы. Давайте проведем параллель в свою жизнь. Хотим ли мы, чтобы плодом нашей жизни был дерево жизни или нет? Хотим ли мы этого? Тогда мы должны действовать, как Йосеф. Я думаю, что там были люди, которые говорили, Йосеф, ну вообще, ему тут предлагают, а он вообще как бы глупо. Мы должны понимать вот эту разницу между добром и злом, между временным и вечным. Змей приходит и сегодня к людям вот с этими плодами. Только для каждого это выглядит для кого-то как женщина, для кого-то как мужчина, для кого-то как карьера, для кого-то как служение, может быть, какое-то. Понимаете? Ну, в духовной сфере. Все что угодно. Но ты должен держаться, как Йосеф. Заповеди. Как я могу сделать такое зло в глазах Бога? А для многих людей не является злом в глазах Бога то, что они делают. Более того, скажу, делают в своих и в чужих общинах. Делают на просторах интернета. Распространяя духовную информацию. Любая информация, она духовная. Позитивная, негативная. Любая, которая выходит от человека, она имеет духовность. Нравится это или нет? Хотят этого люди или нет? И поэтому граница между первым лицом и вторым лицом. Иосеф сохранил вот эту субординационную границу в своей жизни и получил благословение. Во-первых, тогда. Во-вторых, он же стал прообразом Мессии. Бог приводил на землю уже людей. И записано это на столбцах Торы, глядя на которых мы можем увидеть Мессию, его портрет. Вот как это должно быть. Вот как надо жить. Но он отказался и сказал жене господина своего, не буду. Вот господин мой при мне ничего не знает. То есть я не буду злоупотреблять доверием своего господина. Сколько людей сегодня злоупотребляют доверием Бога? Доверием других людей? Им доверяют, а они злоупотребляют, а они переходят эти границы. Не так, как Иосеф. Хорошо было бы, если бы мы все были, как Иосеф. Сами бы знали, где граница. А знаете, как часто это происходит? Говоришь уже язык, а пух вот такой, во рту не помещается уже язык. А человек все равно, как бы, о чем ты там? Я же все нормально. Он границ не понимает. Потому что внутри него работает ЕЦРРА больше, чем ЕЦРТОВ. Он кормит его сильнее. Производная зла подпитывается лучше в жизни этого человека, чем производная, которая обязана производить добро. Возлюбленные братья и сестры, пускай Господь нас благословит, чтобы вот это дерево познания добра и зла, мы действительно понимали, что это граница между дозволенным и запрещенным, которая прорисовывает нам образ хозяина этого мира, Творца и человека, который должен Ему во всем подчиняться. Аминь. Я коротко помолюсь. Давайте встанем и потом мы помолимся, Кадиш. Небесный Отец, я искренне благодарю Тебя за Тору Твою Святую, за Слово Твое, которое действительно как дерево жизни. Благослови, чтобы мы притягивали руки свои именно к этому дереву жизни, к Твоему Святому Писанию. Благослови, чтобы в нашей жизни был хороший результат и плод, который стал бы плодом, ведущим в жизнь вечную. Вечную благослови нас во имя Ишоа, Мессии. Аминь. Итгадал, вейтгадаш, шмей раба. Бэ халмад дивра хирутэй, Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»